Здравствуйте! Это новости на канале Антенна 7. Я Денис Ионос. Смотрите сегодня. Культура содержания животных. Почему-то, когда ходите в туалет, вы смываете. Ну, никто же не приходит за вами, это не делает. Может ли быть в парке место для выгула собак? Кресло спасения. Останавливая водителя, спрашиваешь, почему вы оцениваете жизнь своего ребенка так дешево? Почему автомобилисты пренебрегают безопасностью своих детей? Выставка на колесах. Эта выставка на колесах проедет по городу не один километр. Зачем рассказывать о трамвае в трамвае? А также новое пожарное авто для левобережья и новости спорта. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омске превышен на 44,5%. Данные сегодня опубликовал Роспотребнадзор. Общее число заболевших почти 12,5 тысяч человек. Лабораторно подтверждено 40 случаев гриппа. 37 из них это АН3Н2 или гонконгский грипп, два случая АН1Н1 это свиной грипп и один случай гриппа Б. Обнадеживает тот факт, что по сравнению с прошлой неделей прирост заболеваемости снижается. Омские парки культуры и отдыха будут работать в таком режиме, в каком этого захотят горожане. Об этом сегодня сообщил директор парка 30-летия в ЛКСМ Константин Лукашевич. По его словам, в этом году аттракционы будут развлекать посетителей с 11 утра и до конца светового дня. Однако время может быть увеличено, когда в парках установят новое освещение. Это входит в планы на 2017 год. Также особое внимание уделят чистке парков. Например, в парке 30-летия в ЛКСМ приступят к экологической реабилитации водоема. На сегодняшний день, конечно, он подвергается очень сильной критике и критике заслуженной. Сделать мы это собираемся с помощью малоинвазивных методов, способов, не наносящих вред окружающей среде остальной. Это мини-земснаряд, который применяется. И, в принципе, мы можем это все, я думаю, что поэтапно. Может быть, не все за один год реализуем, но, по крайней мере, достигнем результатов уже в этом году. Можно ли в парке выгуливать собаку? И могут ли аттракционы соседствовать со специально отведенным для этого местом? Такой вопрос обсудили в парке 30-летия в ЛКСМ. Свои позиции выразили собаководы, отдыхающие и дирекция парка. Жарких споров наша съемочная группа не заметила. Все сошлись во мнении, что главное в этом вопросе – культура поведения. Встречи на свежем воздухе больше всего рады собаке. И именно их присутствие в парке культуры и отдыха – тема обсуждений. Выгул, объясняет собравшимся Наталья Чайка, это свободное передвижение собаки под контролем хозяина. Это понимают собаководы. А вот простые люди после такого передвижения замечают на снегу цветные пятна. Поэтому и специально отведенное место в сознании – это общественный туалет для животных. Во многих случаях так все и происходит, соглашается Наталья Чайка. Но проблема здесь – в воспитании человека, хозяина животного. У собаки они справляют нужду везде. И я не думаю, что у кого-то будет прямо целенаправленно привезти собаку, чтобы она здесь, простите, справила нужду. Здесь опять-таки возвращаемся к вопросу о культуре. Если у тебя собака справила нужду на этой площадке, то есть ты будешь убирать пакетик, выбрасывать мусор. Все гениально просто. То есть я всегда привожу тупейший, грубейший пример. Вы почему-то, когда ходите в туалет, вы смываете. Ну, никто же не приходит за вами, это не делает, потому что вы так приучены. С собаками то же самое. Если ты воспитан, ты уберешь. Нет, ну, здесь не поможет ничто. Ответственные собаководы – так сами себя называют эти люди. За питомцами они убирают. И не только в специально отведенных местах. К тому же площадка для выгула – это еще и тренировочная площадка. И она необходима, высказывает мнение владелица Колли. Нужны барьеры собачки. Вот я, например, двухметровый барьер, прыгаю туда на сцену, учимся. Мне негде больше научить. Нужен бум, нужны там еще какие-то, ну, я не знаю, снаряды. Кому-то не надо, вот, допустим, издовому спорту. А нам надо служебному собаку. Чистотой в парке и безопасностью его посетителей обеспокоен директор Константин Лукашевич. Запретить вход посетителям с животными не могут. А те, в свою очередь, пренебрегают правилами. Животные должны быть на поводке, животные должны быть с намордником. У хозяина животного должен быть мешочек, совочек, для того, чтобы, если что-то произошло, они собирали и уносили. Вот такого не происходит. То есть хаос полный. Родители, пришедшие в парк с детьми, тоже включились в диалог. Видеть в парке собак некоторые не хотят. Без хозяина, тем более без намордника, без поводка нет, потому что кругом детки. Условия резонны и устраивают как отдыхающих, дирекцию парка, так и собаководов. Быть или не быть в парке месту для выгула собак решат в специально созданной группе ВКонтакте. Площадка для выгула собак уже появилась здесь, на территории парка «Зеленый остров». Ее построили в декабре прошлого года. Землю выделила администрация города. А вот все оборудование легло на плечи самих собаководов. По-хорошему, здесь только огорожена территория. Работы продолжат весной этого года. Эта площадка станет и тренировочной. За ее чистотой следят владельцы собак. А вот за пределами огороженной территории снег не белый. И это говорит лишь о культуре поведения владельца собаки. Но ведь пострадать, пусть и не смертельно, могут отдыхающие. Влететь в цветные кучи. Очень просто. Соблюдение правил дорожного движения – это культура водителей. Салон автомобиля должен быть оснащен специальным детским креслом, требование которое обязаны выполнять все водители без исключения. На деле выходит иначе. В 2016 году только в Омской области произошло около 160 ДТП с участием детей. Автомобили не были оборудованы для их перевозки. В результате пятеро детей погибли. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Что заставляет родителей рисковать жизнью своих малышей, выясняла моя коллега Ксения Тойчкина. Участок на пересечении улиц Сылковского и Иртырская набережная для проверки выбран не случайно. Во-первых, госавтоинспектор называет это место концентрацией ДТП. Во-вторых, рядом с дорогой расположены сразу две школы. Нас пригласили на второй этап проверки с 12 до 2 часов дня, когда родители должны забирать детей из школы. Всего же в рейде три временных отрезка. Еще с утра и после пяти вечера. Авто Альберта Чумарова инспекторы остановили одним из первых. Заметили ребенка на заднем сидении. Но никаких нарушений выявить здесь не удалось. Мужчина давно оборудовал машину для перевозки своих дочерей. Мне просто 10 лет уже ездит в машине с креслами. У меня просто вторая есть еще дочь. Она сегодня заболела. Они вот в креслах все время. Безопасность. Почему в машине без кресла никак, знает и дочь Альберта, Саша. Для безопасности, что если мы попадем в аварию, чтобы я с кресла не улетела. Задача инспекторов сегодня не только выявить нарушителей, но и наградить тех, кто требования исполняет. За свою бдительность семья Чумаровых получает грамоту и шанс выиграть в специальном конкурсе. Для участия достаточно изобретить автокресло, сфотографировать и прислать рисунок по указанному адресу. Саша решила дополнить его своей идеей. Я нарисую себя в автокресле, как мы едем на занятия. Грамоту сегодня получил и Павел Кононов. Своё авто мужчина оборудовал сразу после его покупки. Пришлось потратиться. У Павла двое детей. А значит, нужно было приобрести сразу два кресла. Цена заодно может достигнуть и 30 тысяч рублей. Всё зависит от фирмы и комплектации. Достойный вариант обошёлся Павлу в 5 тысяч. А значит, в общей сумме он потратил 10. Недёшево. Но безопасность детей дороже, говорит водитель. Детей же надо возить в кресле. Поэтому даже вопрос не стоял. У меня двое детей. Для каждого есть кресло отдельное. Поэтому все всегда в креслах. Однако не все разделяют позицию Павла. И это приводит к печальным последствиям. По данным ЕБДД, в прошлом году в регионе произошло около 160 ДТП с участием детей. Авто не были оборудованы для их перевозки. В итоге пятеро юных пассажиров погибли. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Ребёнка нужно перевозить правильно. Они даже это умудряются нарушать. Да, вот те санкции, которые введены, это административный штраф в размере 3000 рублей. Он не пугает. И останавливая водителя, спрашиваешь, почему вы оцениваете жизнь своего ребёнка так дёшево. И они постоянно отвечают, что да, не хватает средств, не хватает возможностей. Оставил кресло в другом автомобиле. Но каждый должен для себя понимать, что это только отговорка. Отговорками сегодня воспользовались 30 водителей, за что каждому придётся заплатить штраф 3000 рублей, который вполне можно было потратить на покупку автокресла для ребёнка. Ксения Тойчкина, Антенна-7. А ещё сегодня в одной из пожарных частей города презентовали новую машину. За 8,5 миллионов рублей спасатели получили технику для тушения домов и предприятий Хировского округа. Евгений Нифанов и Сергей Гаврилов оценили новинку. Владимир Лавров включил проблесковый маячок и сирену. Это значит, что его боевой расчёт спешит на срочное служебное задание. Прямо перед воротами их пожарной части горят доски, а всё происходящее снимают телеоператоры и фотографы. Пожарные разматывают катушку. Длина шланга явное достоинство новой автоцистерны – 90 метров. А вот подачу воды и пены с первой секунды нужно ещё потренировать. Машина кажется миниатюрной, однако цистерна вмещает больше тонны. Струя сначала превращается в фонтан, но в итоге достигает цели. Пожарный Денис Шоутков новинки рад. Машина, в принципе, неплохая, манёвренная, очень удобная. В плане того, что здесь экономная воды – тонна. Пена подаётся тоже, в принципе, неплохо. Сейчас мы делали порошковое тушение. То есть тушили порошком пеной. Ну, в принципе, я считаю, что это неплохо для такой машинки, для нашего города. Рядом с бывалым Уралом японский новичок смотрится скромно. Однако начальник части в этом видит его преимущества. Очень удобен он в условиях левобережья. Здесь многоэтажная застройка, где очень сложные проезды автомобилями, всё заставлено. То есть он маневренный в этом плане. Оборудован также камерами заднего вида, которые… То есть он может маневрировать во дворе спокойно и легко проходить в любых условиях, там, практически, по своим габаритным размерам. Умный расход пожарного ствола – это 2 литра в секунду. И запас воды бережёт лучше, и ущерб квартире наносит меньше. А главное – дальность струи благодаря высокому давлению и свойства пены. Её липкость поможет сдержать пламя даже на вертикальных поверхностях. Машину оборудовали на все случаи городской жизни. Средствами для спасения из полыньи и аварийно-спасательными инструментами, даже приборами дозиметрического контроля вдруг авария на крупном химическом предприятии. Однако водитель Владимир по-прежнему главным считает человеческий фактор. Водителям что можно сказать? Сегодня мы едем к кому-то, но не к ним. А завтра мы можем ехать к их семье. И пускай они просто задумаются, нужно ли нас пропускать или нет. У пожарных пока один вопрос – какие морозы сможет выдержать японская техника? Евгений Нифанов, Сергей Гаврилов, Антена-7. Есть транспорт для спасения людей, а есть для развития. Намечи побывали на необычной трамвайной выставке. Презентация фотопроекта «Ожившая трамвайная история» прошла на рельсах в теплом вагоне. О трамвае в трамвае расскажут мои коллеги Ксения Бессарап и Андрей Кузьмин. Трамвай – самый экологический вид транспорта. Работает от электричества и ездит по рельсам. А еще он не создает пробок, потому и обретает популярность у жителей. В ноябре омскому трамваю исполнилось 80 лет. Историю омского трамвая амичи смогут увидеть теперь в самом трамвае. Эта выставка на колесах проедет по городу не один километр. На каждое десятилетие свой сюжет. Четыре фотографии в формате А3, две новые – фото и описание, и две – архивные. Идея создать такую выставку пришла Дмитрию Рудакову. Рассказать о трамвае в трамвае так задумалось изначально. В основном пользовались двумя архивами. Это архив предприятия «Электрический транспорт», в котором мы нашли снимки и 30-х, и 40-х годов. И архив нашего музея в администрации называется «Музей истории городского самоуправления». Поэтому, безусловно, при реконструкции мы обращали внимание на референсы исторические и старались сделать именно так, как было в те годы. Съемки проходили в трамвайном депо. Героями стали обычные амичи. Работники депо и школьники в роли пассажиров. Придумать сюжет и перенести его в снимок помогла фотограф Юлия Огородникова. Она же и оформляла выставку на ДВП и картонках. Это не новые картонки, но это не специально подобранные. Если честно, это просто у нас получилось достать вот этот материал, на который можно будет все это развесить. В принципе, он подошел, нас устроил, и он получился такой в тренде нашей выставки. Музыкально оформил выставку «Баянист». А каждому вхожему в трамвай вручали талончик. Его можно закомпостировать. Все это время комфортную температуру в вагоне поддерживала Гульнара Жуматаева. Эта женщина о трамвае знает лучше всех. Она водитель с 25-летним стажем. Сейчас управляет машиной на четвертом маршруте – от улицы Котельникова до Амурского поселка. С 92-го года трамвай очень изменился. У нас, конечно, модернизированный. Здесь все изменилось. Но только что дверь несли. У нас из старого трамвая рама только осталась. Остальное полностью все переделано. Сейчас у нас есть компьютер. Легче управлять у нас. У нас совсем другой контроллер. Но все же, как и прежде, иногда приходится надевать оранжевую жилетку и выходить переводить стрелку. На улице Слободской трамвай простоял 4 часа. А дальше отправился по своему привычному маршруту. Синяя Бессарапа, Андрей Кузьмин. Антенна 7. По какому маршруту теперь отправится Елена Мизулина? Сегодня стало известно, что сенатор о Томской области приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Об этом политик сообщила в Твиттере. В сообщении сказано, что соответствующее заявление в региональное отделение СССР направлено сегодня. О причинах такого решения пока не сообщается. В партии Елена Борисовна Мизулина состояла с 2007 года. В Омске наградили предпринимателей, создавших в городе праздник. В очередной раз лучшим признали новогоднее оформление торгово-выставочного центра «Каскад». Эти аплодисменты – награда за проделанный труд. Удивлять омичей новогодним оформлением из года в год продолжает «Каскад». Нарядная елка здесь красуется до самой весны, а тройка лошадей, украшенная яркими гирляндами, уже давно стала излюбленным местом для любителей селфи. Серьезное отношение к делу и любовь «Каскада» к красочной иллюминации признают и в городской администрации. Поэтому победы за лучшее световое оформление единодушно присуждают торгово-выставочному центру «Каскад». Вы одни из тех неравнодушных наших сограждан, которые, несмотря на различные трудности в бизнесе, тем не менее принимаете активное участие в консолидации нашего общества. Своим внешним новогодним оформлением «Каскад» гордится, но не забывает и тех, кто создает праздник внутри торгового центра – арендаторов. Я могу авторитетно сказать, что так как вы оформляете, так никто не оформляет. Светлана Гущина радует о мечей не только качественным ассортиментом, но и дизайнерскими находками. За свой вклад в преображение торгового центра хозяйка бутика получает ценный приз – планшетный компьютер. На протяжении многих лет есть уже традиции в «Каскаде», это соревнования, это желание участвовать. Но в моем характере есть такой стержень, жилка – побеждать. Стараюсь, уже на протяжении пяти лет побеждаю. Год был очень тяжелым, особенным. Хотелось в этом году придать какое-то тепло, домашний какой-то уют, чтобы был. Ну вот тему избрали, это дома у камина. Жюри наградило обладателей лучшей елки и самого удачного дизайнерского решения. Всех, кто вложил силы в новогоднее преображение, поощрили призами. Николай Евенко, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Омский коллектив единомышленников запустил инновационный проект под названием «Народная компания. Открытый дом», благодаря чему любой гражданин может стать совладельцем бизнеса, приносящего доход или получить беспроцентный заем. Уже сейчас компания объединяет тысячи заинтересованных людей по всей России. На открытии офиса собрались совладельцы бизнеса. Каждый участник вносит посильный вклад в реализацию проекта. А когда тот начинает работать, получает доход в соответствии с размером своей доли. Именно в этом и заключается идея народного финансирования. Мы с помощью технологии народного финансирования можем реализовывать большие проекты, которые требуют миллионы рублей для старта, для того, чтобы их раскрутить. Что касается программ потребительской кооперации, то это реально альтернатива дорогим кредитам и ипотеке. С помощью программ потребительской кооперации любой желающий может получить беспроцентный заем на недвижимость или автомобиль. Займы могут получить только члены потребительского кооператива «Открытый дом» в порядке очереди. Все подробности о проектах компании можно узнать в офисе открытого дома или на сайте openi.ru. Светлана Урванцева, Виталий Двораковский, Антенна-7. Главный тренер «Авангарда» Федор Конорейкин и капитан нашей команды Евгений Медведев выиграли матчи звезд кондинентальной хоккейной лиги. В этом году соревнование проходило в новом формате. Четыре команды по две от Западной и Восточной конференции сыграли три матча. В полуфинале на льду Уфа-арены команда Конорейкина сборная дивизиона Чернышева обыграла хоккеистов дивизиона Харламова 4-3. Одну результативную передачу сделал Евгений Медведев. В решающем матче команда дивизиона Чернышева взяла верх над сборной дивизиона Тарасова 3-2. А еще в Омске блистали звезды флорбола. Лучшие игроки чемпионата любительской лиги разделились на две команды – сибирские волки и сибирские медведи. Они сразились в матче звезд. Семь конкурсов на все грани мастерства. Высокие результаты. Игрок сборной страны команды «Сибирские волки» Арман Каркумбаев в соревновании на силу броска щелкнул, как в хоккее, с шайбой. Мяч летел со скоростью 151 км в час. Артур Сулейманов в споре снайперов трижды перебросил мяч через вратаря. В конкурсе буллитов на сей раз учитывались несколько моментов. Творческий подход, артистизм, оригинальность исполнения. Сибирские волки вышли вперед. Медведи ответили точными бросками в конкурсах огневой рубеж и два на одного. Андрей Шевченко и Владимир Марахов забили пять голов в бросках с трех позиций. Команда «Сибирские медведи» выиграла мастер-шоу. Сейчас каждый бьет с трех точек. Поэтому более выраженный класс спортсменов здесь получается. Что ты можешь и там, и там, и там пробить. Ну вот в этом, я думаю, это изюминка. Пять голов на старте матча. Сибирские медведи разыграли две красивые комбинации и забили бросками в касане. Волки быстро сократили разрыв. Коскен Кашума в проходе бросил точно под перегладину. Игроки в синей форме, как на крыльях, полетели вперед. Серия быстрых атак. Артур Сулейманов сравнял счет. Арман Каркумбаев вывел «Сибирских волков» вперед. Три-два. Мы просто, перечеркивая, играем и на любительской лиге. У нас где-то взаимосвязи хорошие. Где-то открылся, где-то паса дать. Голевая перестрелка. Медведи забили три мяча к ряду. Два на высочайшем уровне. Никита Маслаков сыграл с партнером, открылся и с острого угла бросил точно в девятку. Антон Черноножкин получил длинный пас от вратаря. Прошел за воротами. С разворота на паузе переиграл и защитников, и голкипера. Медведи вернули преимущество в счете. 7-6. Уникальное событие для нашего города. Матч звезд. Нигде в России вообще такого нет. А насчет моего гола, по-бобровски, как говорится, сыграл, вылез из-за ворот. Увидел ближний угол, что у вратаря открытый, бросил туда, забил. Высочайшие скорости в решающие минуты встречи. Сибирские волки второй раз в матче нашли силы на мощный рывок. Темповые атаки, стремительные перемещения, великолепная игра в пас, поддержка болельщиков. Пришел на матч, яркие эмоции. Можно сравнивать с континентной хоккейной лиги. Своей звездой. Три гола на загляденье. Кашумов вновь блестяще сыграл в проходе. Сергей Акулин поразил ворота броском со средней дистанции. Андрей Шабулин забил после отличной передачи с фланга. Сибирские волки победили со счетом 11-9. Много комбинировали впереди. Где-то отдавали нестандартные передачи. Старались как можно сыграть красивее, чтобы порадовать своих болельщиков. И чтобы матч прошел на ура. И все были довольны. Продолжение фарбольного сезона в выходные. Возобновятся матчи чемпионата Омской лиги. И в полуфиналах плей-офф сыграют команды Мир Хоккея. Гладиулус, Полет и Форвард. Владимир Истомин, Виталий Двораковский. Антенна 7. За новостями можно следить в наших социальных сетях и на официальном сайте. На сегодня это все. Увидимся. Если горло заболело, если скрючило хондроз, если кашель вас замучил, мы не заложим нас. Если скушали не то, и желудку нелегко. Если голова болит, угрожать что младить. Требуются перемены, чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерии, не хотите представить. Все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Субтитры создавал DimaTorzok